И всем привет, ребят, с Мистер Вайк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня вместе с вами мы протестируем одну очень интересную комбинацию, которая дает дополнительную жизнь и дополнительную развалочку схождений под Викинга, и посмотрим, что у нас из этого получится в режиме Джаггернаута. Если вам нравятся видеоролики игрового формата, то обязательно не забывайте его держать в данном видео с лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, для этого настройка игровой аккаунтики установки молечные, так, так, тимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего сегодняшнего вооружения, то мы сегодня вместе с вами сыграем на Изидочке с вампиризмом, и под этот весь контентик мы возьмем лучший дрон, который я уже обозревал, это дрон-защитник, который дает нам дополнительную жизнь, и пикнем в режим Джаггернаутика, где есть возможность жесткой развалки под Викингой Изидкой, еще и с вампиризмом, и с защитником, так как против защитника на сегодняшний момент времени новый обновленный Джаггернаут вот ничего сделать не может, и по идее эта комбина должна в салат уносить вражеских Джаггернаутов, главное, чтобы меня не закинуло сейчас на какую-то пустыню, либо там стадион, не знаю, какую-то здоровую карту, чтобы у нас карта была такая более-менее небольшая, либо хотя бы она была с большим количеством стеночек, и тогда мы на этой комбинации должны показывать суперкрутой, бомбический результатик, поэтому стартуем и смотрим, что у нас из этого получится. Запикивает меня, ну конечно же, на огромнейшую карту, но куда же меня еще может закинуть? Меня закидывает на Берлин, и что я могу сделать на Берлине против Джаггернаутов, которые будут стоять у себя на базе? Честно говоря, не знаю, но попробую, давайте попробую, все-таки это считается здоровая карта, но на Берлине на сегодняшний момент времени есть все-таки какие-то такие интересные стеночки, кстати, пока у меня защитник есть, и пока у меня есть баллон, эта Изида прям, ну, накидывает суперсильно, прям суперсильно, вот как только баллон заканчивается, уже, конечно, ситуация потяжелее становится, но пока у меня баллон есть, эта развалочка схождений выглядит очень круто и очень достойно, да, и Зидочки бы еще бы баллончик бы сейчас сделали бы побольше, тогда было бы просто великолепно. Две хори-рельсочки меня так долго пытались слить. Так, но это меня особо сильно-то не радует, мне надо Джаггернауты, мне надо Джаггернауты, мне надо выпушивание Джаггера и игра по Джаггера, да, то есть то, что я тут могу переигрывать обычных игроков, это, ну, как бы не совсем то, что я хотел бы, да, мне все-таки нужен акцент под уражеского Джаггера и стараться сливать именно его, да, за счет своей дополнительной брони, защитника, там, и, боже, тут уже все в минах, тут уже все в минах, бэ, наверное, надо все-таки нам все равно перепикнуть эту катку, не стоит не пытаться пробовать карту, на которой, ну, очень мало шансов доезда до Джаггера, за счет того, что это большая карта, плюс я еще и запикался в начатый бой, то есть там уже у вражеского Джаггера и оверка есть, и там уже заменили все, то есть там уже будет, ну, в моменте тяжеловато что-либо сделать, очевидно, поэтому лучше давайте мы перепикнем и постараемся уже с нулячей катки сделать как раз-таки развалочку схождений на Викинга и Зиде с защитничка, есть шанс показать все-таки супер плотный контентик на этой комбинации, ооо, вот это шикарная карта, вот это уже шикарнейшая карта, и вот здесь вот уже есть возможность очень хорошего доезда до вражеских Джаггеров, даже если они будут прятаться, даже они, если будут потеть супер сильно и бороться не сливаться, у меня все равно будет возможность здесь их забирать, только единственное, мне нужно постараться как можно быстрее овердрайв накопить, да, то есть чем быстрее у меня будет оверка, тем больше у меня будет возможностей отслития вражеского Джаггера, Так, вот джаггер у нас, кстати, АФК стоит. Стоит просто АФК, джаггер, наутик и зидочка пытаются здесь подвлекать. Давайте мы сначала зидочку эту набреем. А теперь быстренько джаггер, наутика в набревалову будем давать. Пока тут никто особо его не саппортит. Он тут уже очнулся наконец-таки. Блин, у баллона маловато, если честно. Баллона маловато. Баллончика бы побольше бы. И можно было бы тогда давать бы еще больше контента. А так, контентик самый вкусный будет именно под овердрайвом. Без овердрайва такого прям плотного контента я дать как будто бы не могу. А вот если у меня овердрайв будет уже под этой зидочкой, вот тогда начнется уже супер развалочка. Но здесь весь плюс того, что вы за счет своей комбинации и защитника, вы живете значительно дольше. За счет того, что вы вылечиваетесь, да, и потом накидочку делаете супер плотную. Джаггернаут ваш вражеский, вас даже особо быстро-то и слить не может. Да, 60% овердрайва есть. Можно еще, кстати, пытаться стараться играть под дроповые оуди. От дропового овердрайва тоже отыгрывать. Но еще и у нас тиммейты особо как-то под джаггера не играют. Очень плохо. Если бы у нас тиммейтики еще бы под джаггера бы играли, было бы значительно приятнее. А то у нас тиммейты что-то как-то под АФК играют больше, а не под джаггера вражеского. Так, ну мы пробуем заехать. Здесь я смотрю викинга гауссов, много всяких разных интересных. Джаггер под меня особо не смотрит. Здесь мне сводочка залетает неприятненькая. Наши джаггернауты просто начинают лететь на респаун. Так, ну а мы под это все дело пытаемся развалочку сделать схождение вражеского уже джаггера. Вылечивается очень приятно мой викинга и зидик. И навалка происходит хорошенькая. Прям очень неплохо. Очень неплохо, если честно, вылечиться можно на джаггернаута. И здесь сверху добавочки тоже подраздать. Очень вкусненькой. Очень неплохой урончик. Еще одного джаггернаута набреваем с помощью наших еще тиммейтов в дополнение. Так, ну и счет 3-4. Неплохо. Меня джаггернаута насыпают. Но джаггернаут мне особо сильно не интересен. Поэтому я иду на подпуш сразу. Иду даже сразу без возможности какой-то дополнительной продленочки. Либо дополнительного интереса жизни на этом джаггернауте. Пытаюсь просто выпушить. Пытаюсь просто под накидочку урончикса сыграть. Да. Ну и в принципе накидочка довольно неплохая залетает. Пытаемся ехать дальше. Ну и сейчас меня набреют. Я этого типа... Ага. Я даже этого типа не набрил. Так. У меня зато есть овердрайв. У меня уже есть оверка. И мы сейчас будем пытаться выпушивать этого джаггера. Будем пытаться на подпушинг играть. И стараться сразу реализовывать наш овердрайв. Здесь страйкер уже по мне накидывает. Тоже урончик неплохой. Блин, урон неприятный. Если честно, залетает. Очень много такого неприятненького урона. Ладно, овердрайв не будем контролить. Ну, противнику, конечно, нежелательно было оставлять эту оверку. Все-таки можно было сыграть чуточку поаккуратнее, повнимательнее. И был бы результат значительно лучше. Так, ну единственное, что мне не нравится, то что наши джаггернауты так быстро улетают на респ. Если бы наши бы джаггеры так бы сильно не уплывали, то было бы больше возможностей под игру, под вражеского джаггера и его развалку. Так, ну у меня сейчас есть овердрайв. И все, что мне надо, это чтобы кто-то из моих тиммейтов просто подпуш сделал. Играл в подпушинг. И я бы уже развалочку схождения мог бы этому джаггернауту здесь оформить. Так, здесь под меня уже играет страйкер. Пытаемся отыграть от аптечки. Попытка сводки. Титан ставит купол. Ну и меня просто переворачивает от сводки вражеского джаггера. Хотя купол хороший. И как будто бы я бы мог бы сыграть сейчас под это все дело. И под развал вражеского джаггера могло бы получиться бы очень неплохо. Но все-таки я упал в этот минус. Так, сейчас попробуем быстренько как-то прорваться к вражескому джаггеру. И там уже сделать уже малого овердрайва. Здесь джаггер пытается. Здесь уже и саппортик этому джаггернауту какой-то пытаются сделать, ребяточки. Да, резист у меня конечно от страйкера есть. Но аптечки у меня уже нету. Пробуем быстро набрить изидку. Отлично, набриваловая изиды есть. Поражать овердрайва есть. Попытка слить. Попыточка слить. Отлично, отлично, супер. Даже с учетом того, что не я его добил, все равно идея сработала. Прожатие овердрайва сработало. Выжил тайминг, который надо был и джаггернаутом, и вражеского набрели. Хоть и с точки зрения получения дополнительных очков у нас не все получается так идеально. Но с точки зрения реализации комбинаций и то, что мы этого джаггера сливаем, все работает просто превосходно. Да, то есть еще бы чуть-чуть мы дальности на изиде побольше, если честно. Чуть-чуть меня бы как трофей на изидке дальности. Вкусненькое какое-то. Так, джаггернаут уже просто пытается тут бегать от меня. Пытается тут уже супер какие-то траектории разваливать. У меня надо было аптечку жать. Что-то я думал, что я еще один выстрел риса выдержу. Еще одного джаггернаута набриваем. Ну вообще вкусно. Вообще вкусненько пока что в этом плане у нас все получается. Джаггернауты летят на респауны очень замечательно. Так, ну и мы пытаемся дальше играть в агрессию, выиграть пушинг. Залетаем здесь так вот в боковушечку. В легенькую. Пытаемся здесь чуть-чуть пережить тайминг. Джаггернаута вражеского я что-то не вижу. Не зареспило. Ага, вот респица. Респица, вижу джаггера. Отлично, пытаемся сразу под навалочку. Сразу фулл баллончик ему сразу пытаемся здесь выдать. Отлично, фулл баллон залетает во вкусную головешку. Так, и теперь надо, чтобы кто-то чуть-чуть добавил урона. Чуть-чуть урончика, чуть-чуть добавочки. Мне чуть-чуть не хватает, чтобы слить джаггера постоянно. То есть с баллона где-то около десятки вылетает урона. Может даже чуть больше. Ну и в целом пока баллон реально есть. Урон прям мега бомбовый. Прям мега бомбовый. И весь прикол, что ты даже сам держишься. То есть ты вылечиваешь сам себе хп. И за счет защитника ты становишься прям мега-мега такой токсичной комбинацией, которую ты не можешь на джаггере еще и слить. Да, в этом вся прелесть. Ты не можешь разобрать и тебя просто чел может спокойнейшим образом подконтролить. А если еще и больше овердрайвов у тебя и ты больше этих оверок можешь реализовать, то тогда ситуация выглядит прям вообще максимально, максимально круто. 5 минут до конца боя. 550 очков у нас. Не сказать, что здесь большое количество очков у нас имеется. Так, 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 так. Так, 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 так. Блин. Падаю минус. Приятно. Обидно. Досадно. Но в принципе, ладно. Ничего страшного. Так, 97% овердрайва у меня есть. Как будто бы мы еще как минимум хотя бы один оудишник должны по вкусненькому реализовать на этой комбинации. И тогда будет великолепно. Ну, вот единственное, видите, мне не повезло, что у меня команда такая попалась. Турбо сливная. Если бы командочка у нас была бы еще такая пожестче, помощнее, то я думаю, что здесь бы можно было бы и на тысячу, и на полторы тысячи очков выйти. Да, так. Здесь от команды тоже в моменте многое зависит. Боже, ну как могло сработать в тайминг это оглушение? Скажите мне, пожалуйста. Ну, просто в тайминг работает оглушение, и чел меня оглушает именно в тот момент, когда я прожимаю овердрайв. Ну, это же просто ужас. Это, конечно, меня сейчас очень сильно подскамило. Так, ну вот видите, да, например, сводка. Сводка. Сводка не сливает защитника на викинге. Да, то есть, насколько ты много урона можешь дополнительного пережить, и насколько ты можешь большое количество за счет этого выигранного времени сделать по итогу импакта. Да, но бывает иногда, что ты запикиваешься, ну вот в такие каточки, где у тебя команда все-таки не может подраздать плотненького контентика. Ну и результат твой не прям супер великолепный, но то, что эта комбинация может давать очень хороший контент именно против Джиггернаута, еще и с защитником, это стопроцентный факт. Поэтому пробуем, реализуем викинга-зиточку. Ну и обязательно поддержим данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Также, если вы еще вдруг на него не подписаны. Ну и участвуем в розыгрыше. Вся информация по розыгрышу есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!